Во вторую субботу августа Иртышская набережная стала местом притяжения всех омечений, равнодушных к спорту. Начинающие спортсмены, профессионалы своего дела, тренеры приняли участие в праздновании Дня физкультурника, который прошел под девизом «Набережная Иртыша – территория здоровья». От магазина «Океан» до улицы Циолковского свои небольшие представительства развернули разные федерации и спортивные школы, привлекая к занятиям молодых гостей праздника. А в 12.00 в торжественной обстановке прошла церемония чествования работников отрасли. Лучшие из лучших получили благодарственные письма от Министерства спорта Омской области и Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. Прежде всего хотел бы пожелать здоровья, очень хотел бы пожелать мирного неба, ну и конечно спортивных достижений и успехов, которые в нашем регионе присутствуют. Но хотелось, чтобы они были еще больше, еще красивее, еще нужнее людям, для того, чтобы наши достижения именно и служили рычагами для развития здорового образа жизни и правильной жизненной позиции. Праздник посетила серебряная призер Олимпийских игр в Сочи Яна Романова, которая приехала в Омск в перерыве между спортивными сборами. Биатлонистка рада, что родной город на глазах становится более спортивным. Действительно обратила внимание в последнее время, очень много людей занимается физкультурой, катаются на роликах, на велосипедах, бегают, ходят с палками. То есть народ, конечно, активно живет и понял, что физическая культура это, наверное, такое доступное средство, средство быть здоровыми, красивыми и как можно дольше молодыми. Другими знаменитыми гостями праздника стала спортивная семья Гудковых. Чемпионка Паралимпиады Наталья и призер Игорь Евгений приняли участие в массовой зарядке. На фитнес-разминку подтянулись амичи самого разного возраста. На набережной работало множество площадок с разными видами спорта. Беспортной экзотикой стала капуэйра – национальное бразильское боевое искусство, сочетающее удары ногами и акробатику. Массовый легкоатлетический кросс за собой увел двукратный обладатель Кубка России по биатлону Денис Рычков, который прибежал первым, мотивируя к победе и других участников трехкилометрового забега. Вскоре на этой же дистанции стартовали роллеры и велосипедисты. На территории здоровья не пустовали антимандальные тренажеры и все близлежащие турники, где можно было увидеть настоящее акробатическое шоу. Боксеры, самбисты, велосипедисты, гимнасты, гиревики презентовали свои виды спорта. А неподалеку от сцены расположилась флорбольная площадка, где можно было попробовать себя в хоккее с мячом. У нас сейчас идет мастер-класс, мы показываем, как это играется, что это такое. Ну и чтобы люди привлекались и занимались этим. Это интересный вид спорта. Много кто приходит, много кому интересно это. Все спрашивают, как называется, что здесь нужно делать. Кто-то вон просто мячи бросает, хочет понять это. Ну так интересно всем. А сам всероссийский праздник в этом году отметил свое 75-летие. В Омской области на протяжении недели проходили торжественные церемонии и праздничные мероприятия.